Всем привет! Сегодня будет обзор довольно большого количества товаров с Алиэкспресс. Но все эти товары одной тематики, поэтому решил сделать это в одном видео. И это тематика походов, путешествия, туризма. Так что давайте начинать, наверное, с того, что лежит с этого края. Так, подвигаем все остальное. И это у нас, опять же, коробочка для выживания. У нас уже была красная коробка с надписью SOS. В этот раз это просто серая коробка, приблизительно такого же размера. Ну, нет, все-таки немного поменьше. Так, раскрываем эту коробочку и смотрим, что же там внутри. На мой взгляд, в этой коробке намного более интересное содержание, хоть коробка поменьше. Так, смотрим первое, что здесь. Это леска с крючками. Два крючка и леска. То есть это то, что действительно вам может пригодиться для того, чтобы добыть пищу, если рядом есть водоем. Так, откладываем. Это то же, что, опять же, пригодится для рыбалки. То есть для того, чтобы поймать рыбу, можно будет воспользоваться различными этими приспособлениями. Я не особо разбираюсь в рыбалке. Я, точнее, вообще не разбираюсь в рыбалке. Но я так подозреваю, что это, типа... Я вообще не знаю. Возможно, это что-то для поплавков, либо для приманки. Скорее для приманки. Но напишите, пожалуйста, в комментариях, для чего это надо. Потому что я вообще не разбираюсь в рыбалке, прям совершенно. Так что напишите в комментариях, что это может быть. Но в любом случае, когда я буду использовать эту коробку, то есть когда я буду брать с собой куда-нибудь в поход, я обязательно прочитаю заранее, что это такое. Так, дальше у нас здесь идет свисток. Свисток довольно необычной формы, но тем не менее очень мощный. Я уже его проверял. Так. Все, хватит свистеть дома. Не из-за того, что плохая примета, а из-за того, что дома спят все, потому что сейчас уже ночь. Так, следующее это компас. Компас, я думаю, проверять нет смысла, потому что предыдущие компасы всегда работали. И, в принципе, я думаю, это тоже работает. Опять же, цепная пила, как обычно. Вот, то есть это вы берете за два кольца, перекидываете через дерево и пилите. Ну, сначала необходимо это все распутать. Если кому интересно, я более подробно об этом рассказывал. Видео «Коробка для выживания» СОС, как-то так называлось видео. Ссылку оставлю в описании. И ссылки на все эти товары тоже оставлю в описании. А, кстати, здесь из того, что необычно, здесь нет ненужных бесполезных мультитулов. Потому что в предыдущих коробках были мультитулы. Так. Огниво. Сейчас я покажу его. А, еще интересное. Сразу покажу. Спиртовая салфетка. Это действительно классная вещь в такой коробочке. Потому что для того, чтобы продезинфицировать какую-нибудь рану, царапину, это пригодится. Так. Смотрим, что здесь лежит. Здесь лежит плоский мультитул. У меня был обзор на такой мультитул на канале. И интересно то, что в прошлой коробке вот этот мультитул был, ну, не совсем бракованный, а просто плохого качества. Потому что вот эта пила была совсем не пила. Здесь настоящая пила, которую можно пилить. Пила, которую можно пилить. Ну вот, то есть она действительно острая, у нее хорошие зубцы. И, в принципе, довольно интересный мультитул. И, опять же, этим мультитулом необходимо воспользоваться для того, чтобы добыть огонь при помощи вот этого огнива. И вот, эта коробочка занимает совсем мало места. И совсем не помешает вашему рюкзаке. Но, тем не менее, на всякий случай, я думаю, ее стоит взять. Вот, что здесь написано. QR-код есть. То есть, вроде бы, это вещь какая-то фирменная. То есть, не просто какой-то Китай дешевый, а довольно интересная вещь. И теперь покажу то, что, опять же, я у этого же продавца купил. Переходим к следующему товару. Это вот такая вот тоже коробочка. Не, не коробочка. Это связка для выживания. Пакет для выживания. Так. Для начала вынимаем его из пакета. Здесь карабин идет. Название фирмы. EDC 1991. С другой стороны написан список предметов, которые находятся внутри. Вот эта свертка. И карабин еще есть. Так. Вот этот цепляется на карабин. И вы используете это в качестве брелока. То есть, вы вешаете на рюкзак, и он просто у вас болтается. И выглядит как брелок, на самом деле, внутри огромное количество полезных вещей. И смысл в том, что после того, как вы его распутаете, вы вряд ли запутаете его обратно. То есть, если я сейчас покажу, что внутри, я больше не смогу этим воспользоваться. Потому что здесь все запутано в карабин, то есть в паракорд. И после того, как вы распутаете паракорд, вы можете им воспользоваться как веревкой, как обычным паракордом. И внутри находится вот то, что представлено на этих картинках. Так что давайте, я думаю, посмотрим просто на картинку. Потому что все-таки не особо хочется, честно говоря, распутать. И потом просто, чтобы оно лежало без дела. В этом наборе содержится карабин. Вот он нарисован. Фольга. Нож. Марля. Опять же, огни. Вот точно такое же стержень просто. Паракорд. Вот этот паракорд. Так, дальше что у нас? Специальные какие-то штучки для ловли рыбы. Леска. Вот это что такое? Флотс. А, все-таки это были поплавки. Все-таки вот эти зеленые поплавки. Так, и следующее это леска. А, леска с крючками и просто леска. То есть, в принципе, вот этот набор очень похож на вот этот. Но, тем не менее, это просто как брелок висит на рюкзаке. На самом деле смотрится довольно интересно. И здесь есть еще паракорд. А все остальное... А, еще есть марля, нож и фольга. То, чего нет вот здесь. Но, мне кажется, все-таки вот этот набор поинтересней. Но зато тут прикольный прилог. Следующий у нас это браслеты из паракорда. Вот этот браслет я купил у того же продавца, что и предыдущие две вещи. А вот этот браслет я купил у другого продавца. И, по сути дела, это одно и то же. Просто здесь более красивая упаковка. Так же, давайте рассмотрим тот, который уже не надо распаковывать. Просто вынем его из пакета. То есть, мы надеваем его на руку. Застегиваем. Все. У нас теперь браслет из паракорда. То есть, его можно, конечно, вот этой металлической деталью наружу, можно внутрь. Это не принципиально. Можно его вот так носить. Можно вот так носить. То есть, если мы идем в поход, он не занимает места. Просто болтается на руке и смотрится довольно неплохо. Особенно вот эта расцветка. Вот эта мне больше нравится. Вот. И смысл в том, что если нам необходимо воспользоваться паракордом, мы просто разматываем этот браслет, и у нас будет паракорд. Но эти браслеты непростые. Потому что бывают просто браслеты из паракорда. Но эти браслеты непростые. Дело в том, что здесь в застежке находится огниво. Вот это посередине стержень, это огниво. А с другой стороны находится металлическая деталь, при помощи которой можно добывать огонь из огниво. Так что давайте пробуем это сделать. Так. На самом деле расстояние небольшое, не особо удобно это делать. Но я думаю, все равно получится. Так. Все-таки действительно расстояние небольшое. Не, ну искры есть однозначно. То есть при желании можно добыть огонь. Так и искры на стол не попали, это хорошо. Да, при желании можно добыть огонь. Причем не особо надо стараться это сделать. Для того, чтобы добыть огонь. Так. Я, наверное, застегну его на руке. Пускай у меня до конца видео он будет на руке. Ну, этот, я думаю, нет смысла рассматривать. Потому что тут абсолютно то же самое, только другая расцветка. Ссылки на этот и на тот я тоже оставлю в описании. Тот немного дороже, потому что там упаковка есть. А здесь упаковки не было, поэтому немного дешевле. Так, смотрим дальше. Дальше у нас есть вот такая маленькая коробочка. В этой коробке находится довольно интересный мультитул. То есть это, опять же, маленький карабин, который можно повесить на рюкзак, можно повесить на одежду. И он не будет занимать много места. Но это не просто карабин, это мультитул. Давайте перевернем, посмотрим, что же здесь есть. Во-первых, можно вращать эту деталь. Когда мы ее вращаем, у нас с какой-то стороны вылазит наконечник. То есть в данном случае у нас вылезла плоская отвертка. Теперь поворачиваем. У нас плоская отвертка чуть побольше. Теперь поворачиваем. У нас фигурная отвертка. Поворачиваем. Фигурная отвертка чуть поменьше. Нет, вот это все-таки фигурная отвертка. А вот это... А это чуть непонятная. Просто какая-то острая деталь. С другой стороны у нас находится что-то наподобие напильника. Вот эта деталь. Смотрим, что здесь еще есть Есть специальное отверстие, что-то типа гаечного ключа, но я даже не скажу какой-то диаметр Очень-очень маленькие гаечные ключи, вот очень-очень маленькие Вот этот и этот Здесь у нас находится плоская отвертка чуть побольше Здесь острая деталь для того, чтобы возможно что-то перерезать То есть мы вот сюда, например, проводим паракорд или веточку маленькую какую-то и перерезаем Вот здесь у нас находится лезвие, при помощи которого тоже можно перерезать паракорд Если вдруг нам понадобятся или парашютные стропы Я не знаю, для чего это можно еще использовать, но скорее для того, чтобы резать веревку И здесь у нас видно тоже, если присмотреться, это гаечные ключи Вот, раз и два Не подписаны диаметры, к сожалению Или подписаны? А, подписаны Три восьмых, одна вторая, девять шестнадцатых, это в дюймах А, и на маленьких подписаны пять шестнадцатых и одна четвертая То есть здесь все подписано В дюймах это какие-то размеры указаны У нас в дюймах обычно ничего не измеряется Поэтому я не подскажу, какие это размеры в нашей системе Ну, в принципе, все Вот такой маленький паракорд Ну, в принципе, все Вот такой маленький карабин, довольно интересный Стоит, по-моему, недорого Около двух долларов, может, три доллара То есть, по сути дела, копейки И, возможно, когда-нибудь он пригодится Так что тоже откладываем в сторону Интересная вещь И теперь последняя вещь Это космическое одеяло Давайте вынем его из пакета Посмотрим, что же это такое Это, на самом деле, довольно полезная штука Так, посмотрим, как оно выглядит То есть оно разматывается и становится Сейчас скажу, какого размера 130 на 210 сантиметров Это представляет собой что-то типа целлофана На которое нанесена очень-очень тоненькая пленка из фольги И, по сути дела, это необходимо для того, чтобы защитить свое тело от переохлаждения Либо, наоборот, от высоких температур Для того, чтобы сохранить температуру вашего тела Почему же одеяло называется космическим? А все дело в том, что его изобрели в НАСА Для того, чтобы им пользовались космонавты Позже уже начали им пользоваться военные Данное одеяло будет работать наподобие термоса То есть оно будет отражать инфракрасное излучение Обратно в наше же тело И таким образом мы не будем терять температуру Но также следует учитывать, что данное одеяло Нельзя использовать само по себе Его можно использовать только в сочетании с верхней одеждой Либо в сочетании с обычным пледом Потому что оно очень тонкое И хоть оно защищает от излучения Инфракрасного От потери энергии за счет инфракрасного излучения Но оно не защищает от теплопроводности Потому что оно очень тонкое И за счет теплопроводности Его очень легко будет терять тепло Поэтому только в сочетании с пледом Либо с верхней одеждой его можно использовать Я опять же не буду его разматывать Потому что после того, как я его размотаю Сложить его обратно не получится То есть она вот так же одноразовая Но тем не менее Я думаю положу его в аптечку В автомобиле просто на всякий случай Хоть сейчас и скоро потеплеет Но тем не менее Зимой на всякий случай Пускай лежит в машине Кстати рекомендую подписаться на мой инстаграм Там уже в течение месяца выходят влоги каждый день Я каждый день снимаю в инстаграм влоги, в сториз И порой он довольно интересный Так что рекомендую подписаться Ссылка есть в описании И на этом все Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok